Слушайте, вот эти вот новогодние праздники впервые были не праздничными, а стали настоящим кошмаром, судя по информационным сводкам, я сейчас ничего не придумываю, в Москве. В 25-ти градусные морозы жители сразу трёх районов города Биберево, Отрадное, Медведково остались без света и тепла, причиной послужило ЧП на подстанции, в Бескудниково устраняли аварию, кажется, целую вечность в Москве и ОПРСТ. На улице минус 25, утром, вечером, ночью ещё холоднее. Короче, я тут встал в 6, вообще нигде нету фонарей, смотрю, а там пожар, у нас тут вообще фулл свет вырубило. Кроме фонарей. Вот это я встал в 6 часов. Чёрт, темно, как у негра дома. Обогревались люди в прямом смысле с помощью газовых плит и газовых же баллонов. Безопасно ли это? Да нет, конечно. А что делать? Не насмерть же замерзать повезло просто, что нигде ничего не рвануло, а могло. Помните, как несколько лет назад, тоже в канун Нового года, в Магнитогорский дом сложился хлопок газа? Говорили тогда чиновники и пропагандисты, хотя некоторые о теракте шептались, 39 человек погибли. Без квартир остались 120 горожан, они жили непосредственно в зоне обрушения. Но вообще пострадавших оказалось, конечно же, гораздо больше. А ведь такое могло произойти нынче в столице. Да ни в одном многоквартирном доме-то, повторюсь, жители сразу трёх районов без отопления остались. И в этом совершенно нет ничего забавного. Реальная журналистика, рывки и прорывы – наше всё. Тема сегодняшнего выпуска. Собираемся после праздников. Поехали! Но если бы только Москва. Если бы оно осталось единичным случаем, можно было бы говорить, ну бывает, это жизнь. Но ведь крики о помощи. Во время нынешних новогодних раздавались ещё много откуда. Например, из подмосковной электростали. Там проблема вообще. С середины декабря существуют люди в прямом смысле. Жгут костры на улице. До сих пор жгут. Чтобы согреться в квартирах, столбики термометров не поднимаются выше 13-15 градусов. Замерзаем! 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 Греются люди в городе Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города Электросталь, на отсутствие отопления в наших домах. А чё смешного-то? Причём власти о проблеме знают. Варят всё на какую-то частную котельную. Мол, это они там спустя рукава работают. На территории городского округа даже ввели режим ЧС. Вот только что толку-то? По сообщениям СМИ, по самым скромным подсчётам в городе, без тепла остаются порядка 40 тысяч человек. Вся восточная часть, вдумайтесь в эту цифру, ребята, ну это ни в какие ворота. На территории котельной работают специалисты шести областных организаций, исправляют недоработки. Как оказалось, оборудование котельной было не готово к отопительному сезону. Предприниматель ради прибыли пойдёт на любое, что называется, правонарушение, преступление. Значит, мы считаем, что здесь достаточным образом деньги по тарифу, которые получались в населении, не вкладывались в ремонт и в модернизацию системы. Ни один из котлов, значит, на сезон не был готов. Чего? Ну да, конечно, как всегда, какой-то мифический предприниматель виноват, который, разумеется, из-за собственной жадности заморозил целую кучу людей. Кто ж ещё? Ну не чиновники, ведь и верно. Похожая ситуация, к слову, наблюдалась и в другом муниципалитете Подмосковья. Да, я про Подолец сейчас, где в микрорайоне Климовск без тепла остались более ста тысяч жителей. И сериал об этих несчастных мы смотрели на протяжении нескольких дней практически в режиме нон-стоп. Субтитры создавал DimaTorzok Люди вышли подписать петицию. Вон, милиция уже приехала, не дают ничего делать. Вон, приехали. Быстренько прислал. Ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы, как вот ментов прислал. Умилило, как на это реагировали власти региона. Один из замов Воробьёва, например. Воробьёв это губернатор Московской области. Так вот, один из его замов по фамилии Хромушин договорился до такого. Если сейчас стоите, то лучше присядьте, ну или хотя бы возьмитесь. За что-нибудь, а нам заявил чиновник. Просто никто не сказал, что ситуация в городе настолько аховая, мы не знали. От нас скрывали правду, власти держали в неведении. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Вот и я об этом. Ну что это за бредни? Вообще, как и в век высоких технологий, в век развитого интернета, можно вообще о чём-то не знать. Не хотеть знать можно, но не знать чушь, муть и компот. Вот к тому же, вот эта вот история, как и ситуация с электросталию, кстати, возникла не вчера и не внезапно. Сейчас я вам покажу видео месячной давности. Горожане ещё в декабре били тревогу, записывали видеообращение, в том числе к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители города Подольска. Мы замерзаем. Во многих домах нашего города почти нет тепла. Оно не пришло в наши квартиры с началом отопительного сезона. Наши многочисленные обращения в различные инстанции ни к чему не приводят. Мы получаем отписки, и мы замерзаем. Очень хочется поверить сказку в канун Нового года. А чё, так можно было, что ли? Ещё раз для тех, кто на бронепоезде, это кадры месячной давности. Кроме того, люди на видео говорят, что обращались за помощью в самые разные инстанции. А 6 января вице-губернатор Хромушин радостно рапортует, ой, мы ничего не знали, да ладно, серьёзно? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Тогда объясните мне тупому, на кой ляд нам вся эта толпа бездельников-госслужащих? Я вот не поленился, погуглил, сколько чиновников вообще наплодили в России и обалдел. По состоянию на начало 2021 года их было 2 миллиона 200 тысяч человек. Это больше численности вооружённых сил. 2 миллиона 200 тысяч труднее, ребята, если разделить общую цифру. На 86 российских регионов в стране по 25 с половиной тысяч получается на каждый из регионов. Нахрена столько, тем более, что они всё равно никогда ничего не знают. Чего ни коснись, мы не знали, мы не в курсах, нам не доложили, не поставили в известность. Зачем вы тогда нужны? Ты втираешь мне какую-то дичь. А с другой стороны, ну чё там не знать-то? Ведь после каждой серьёзной коммунальной аварии начинаются одни и те же разговоры. Вот, пожалуйста, свеженькая статья, вчерашняя, буквально подольский синдром. Мы находимся под угрозой, почему ледяной коллапс Подмосковья может повториться по всей стране. И тут же, кстати, присутствует ответ. Общий уровень износа теплосетей достиг 40%. Причём и год назад об этом писали, и пять лет назад, и десять. Хотя я думаю, что цифра эта, 40% износа не отражает реальной действительности, уверен. Её смело можно умножать на два. Почему я в этом уверен? Да вот вам, пожалуйста. Изношенность сетей составляет примерно 60%. Но решать эту проблему, конечно, можно и нужно. У нас изношенность сетей составляет 80%. Если система и дальше будет недофинансироваться, то она разрушится окончательно. О степени изношенности фондов уже сказано немало. Главнейшая задача – это модернизация отрасли. От её результатов напрямую зависят качество услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. Не, б***ь, я в шоке, а? Нет. То есть даже великий кормчий в курсах, откуда у коммунальных проблем ноги растут, а власти Подмосковья все эти годы держали в неведении. Не надоело врать-то ещё. Ну, только дурак ведь сейчас не понимают. ЖКХ – это огромная чёрная дыра, которая давным-давно и по самые уши утонула в коррупции. Потому что на самом деле все эти сети, отродясь, никто не менял со времён Советского Союза ещё. Коммунальщик латает старую гниль, а деньги на новые трубы, например, просто разворовываются. В крайнем случае закупается какое-нибудь дешёвое китайское ГЭ, что ничем не отличается от старой гнили Рухляди. Коммунальщика крышует чиновник, который в доле, и не просто в доле. Он забирает большую часть украденных денег, процент от этих бабок, в свою очередь, уходит выше. Более высокопоставленному чиновнику. Вот так ведь это работает. И, кстати, это ведь чинуши. Из года в год отчитываются о готовности или не о готовности к отопительному сезону. Мол, город или регион готов. Это ведь чинуши подписывают, или правильнее будет сказать, подмахивают необходимые бумаги. Да, мы всё проверили. Нареканий нет, ну вы понимаете. А их халуи-пропагандисты, кстати, рассказывают об оном в десятках телевизионных репортажей. Не так разве? Котельные готовы к запуску. Теплоснабжение городского округа обеспечивает 21 организация от 89 котельных. Из них 70 муниципальных и 18 ведомственных. В настоящее время все котельные прошли подготовку к землевому отопительному периоду. Вот, и готовы, в принципе, начать тепло. Меня опять терзают смутные сомнения. К слову, тот же Подольск перед самыми новогодними праздниками прогремел на всю Московскую область ещё и как победитель в номинации «Эффективное управление ресурсами». Вот она, эта статья от 26 декабря, размещена на сайте администрации, а уже через пару дней вся страна увидела ту эффективность в действии. И да, обратите внимание, а ведь ни одного чиновника по итогу не привыкли к ответственности. Я всё про Подольский и Климовск. Нашли каких-то стрелочников с местного завода, в виде некоторых была аварийная котельная. Вуаля! Вот они, враги злодеи. Я думаю, что за компанию ещё пару гастеров можно посорить. Дворников каких-нибудь из Средней Азии. Что-то мне подсказывает, что именно так и будет. Ну а мы продолжим наслаждаться скрепами в ожидании будущих коллапсов. Зима-то ещё не закончилась. И надеяться до кучи, что меня-то оно обойдёт стороной. Потому что моя шхата с краю. Всё, переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok